Давайте рассмотрим быстрое моделирование вот такого вот небольшого коттеджа или сарайчика. Зададим в качестве единицы измерения миллиметры. Используя вот эти два окошка. В обоих мы устанавливаем миллиметры. Далее создаем параллелепипед и задаем ему размеры. Например, наш домик будет размерами 10 метров на 5 метров. Соответственно, и высота здания будет 3 метра. Вот такая вот заготовка. Оговорюсь, моделирование будет с максимальной скоростью происходить для создания только лишь экстерьера. То есть, внешняя часть будет выглядеть как коттедж. Внутренняя часть будет, конечно, выглядеть не очень хорошо. Но задача именно поработать внешней частью объекта. Преобразовываем данный объект в редактированный полигональный объект в режиме работы с гранями. Выдавливаем перекрытие между первым и вторым этажом. Значит, вот таким образом немножко увеличим пространство для панелей. И с помощью команды Extrude на пусть будет 200 выдавим верхнюю часть. Далее переключаемся в режим работы с ребрами. Выделим два боковых ребра и с помощью команды Connect разделим их на одну часть. Далее это ребро мы поднимем вверх, вызвав контекстное меню команды перемещения по оси Z, создав второй этаж здания 2,5 метра 2500. Получим вот такую вот заготовку для нашего сарайчика. После чего выделим четыре ребра. Давайте не так сделаем. Давайте выделим сначала два ребра вот здесь поделим пополам с помощью команды Connect. И выделим здесь два ребра. Мы будем создавать соответствующие ребра для того, чтобы здесь нарезать окна. Количество окон. Ну пусть будет два окна с этой стороны и соответственно два окна с этой стороны. С одинаковыми параметрами мы создавали, поэтому получается все равномерно. В принципе можно, окна будут состоять из четырех частей. Поэтому переключаемся в видовой экран Left. Убираем галочку, если она там стоит, Ignore Backfacing. Выделяем четыре ребра. Два на этой стороне, два на той стороне. Делим их пополам командой Connect. С параметром единицы. Выполняем здесь такую же операцию с двух сторон. Значит здесь мы делим пополам вот так вот. И здесь мы делим пополам вертикально. Таким образом, переключаемся в перспективу. Смотрим, мы разделили с двух сторон эти грани, эти ребра. Переключаемся в режим работы с гранями. Выделяем с двух сторон. На этот раз, конечно, надо было бы зажать Ignore Backfacing, чтобы не происходило вот такого вот выделения лишних элементов. Так, у нас должно быть выделено 8 на 2, 16 полигонов. Вот, 16 полигонов Selected. Значит все верно. Выдавим чуть-чуть наружу эти грани, для того, чтобы коробочка под окна образовалась. С параметром пусть будет 60. Далее. Создадим с помощью команды FASCO. Во внутреннюю часть, опять-таки, минус 60, поставим миллиметров. И здесь минус 20, загнем ее внутрь. А, переключимся в режим выдавливания по полигонам, чтобы у нас получились вот такие вот элементы. Четыре элемента отдельных. Выдавленные внутрь создают стекла и оконные рамы соответственных размеров. по 60 миллиметров вот здесь указали. Проверяем. Со всех сторон была выполнена данная операция корректно. Переключаемся в режим работы с полигонами, выделяем верхнюю часть крыши и выдавливаем ее на, допустим, те же 160 миллиметров. Пусть будет 160 миллиметров. После чего выделяем боковые части, выдавливаем их на какое-то значение, которое нам кажется нужным. Переключаемся в видовой экран фронт, опускаем часть козырька вниз. Делается это на глазок, так как вам кажется необходимым. Выделяем одну часть, зажимаем shift, выделяется весь контур, убираем зажатым альтом вот эти части, и опять-таки выдавливаем. Можно на такое же значение, можно на то, которое вам больше нравится. Далее создадим дверной проем. Для чего выделим в режиме работы с гранями верхнюю и нижнюю грань, разделим с помощью команды connect пополам, допустим. И зададим здесь так, стоп. Выделяем две грани, делим пополам, задаем соответствующий размер для будущего дверного проема, делим еще раз пополам, и устанавливаем высоту. Вызовем окно. Посмотрим на абсолютные координаты. Допустим, пусть будет высота дверного проема 2200. Выдавливаем дверную коробку. Выдавливаем дверную коробку. полученный элемент. Команда connect горизонтально пополам, команда connect вертикально пополам. выделяем эти четыре грани. И с помощью команды bevel-fasco делаем вот такие вот элементы в режиме работы by polygons. и с помощью insert сделаем вот такой вот элемент и немножечко его выдавим наружу. таким образом будет вот такая вот дверь создана здесь. далее выделим нижний полигон, выдавим фундамент. ну, допустим, пусть будет 200 миллиметров. выделим три полигона здесь и выдавим на два с половиной метра. ну, или три с половиной метра. в режиме работы с ребрами, да, давайте, наверное, с гранями. выберем эту грань и воспользуемся такой вот интересной командой, которая называется slice plane, для того, чтобы здесь вот разделить на глазок как-то вот так вот этот участок. нажмем кнопочку slice для того, чтобы разделить и отключим эту команду. полученный вот этот вот элемент опять-таки уже в режиме работы с гранями, допустим. попробуем так, не подходит, значит, две вот этих части а давайте просто воспользуемся командой cut для того, чтобы здесь и здесь порезать потом в режиме работы с точками выровняем эти точки по оси иксов потому что они могли кривыми получиться вот ну, понятное дело, можно выровнять эти элементы так, как нам необходимо значит, возьмем вот эту часть и выдавим ее на два с половиной метра ну, немножко опустим козырек вниз создадим создадим поддерживающие колонны с помощью команды цилиндр с включенной галкой автогрид на режиме вернее в видовом окне вид слева установим необходимое положение и зададим соответствующие параметры например, радиус 60 миллиметров и высота 2,480 допустим да на виде сверху установим нужное место этот элемент и скопируем в другую часть зависимой копии с помощью команды копирование instance ну, как мы видим здесь я не угадал с размерами значит, на виде слева в каркасном режиме можно доработать размер для поддерживающих колонн значит, здесь осталось окошечко прорезать возьмем опять таки команду в ту же slice plane порежем slice с этой части порежем slice с этой части отключим команду slice plane так выделим эти два ребра и воспользуемся допустим командой connect откорректируем точки по оси иксов расположим в необходимом месте поделим еще это все дело пополам по горизонтали и по вертикали и текали на 60 миллиметров и сделаем фаски на 60 миллиметров внутрь на 20 миллиметров получим вот такой окошечко получим вот такой вот простенький сарайчик останется прорезать верхней части крыши допустим отверстие для дымохода для чего можно воспользоваться команды кат и вот таким вот образом на глазок выразить вырезать допустим от отверстий создать ребра под отверстие потом в режиме работы с точками выровнять эти точки по оси выделить эти точки в по оси x ведь и по оси y получим такой вот прямоугольничек вырежем отсюда эту часть используемся режимом работы с отверстиями border переключимся в инструмент перемещение зажатым шифтом вытащим какую-то часть элемента наружу и таки переключимся в режим работы с точками и так и выровняем эти две точки по оси z и эти две точки оси z закроем это отверстие с помощью команды кэп выйдем из режима редактирования создадим там в режиме автогрида цилиндр и к в котором стал как мы его преобразуем редактируемый полигональный объект в режиме работы с гранями сделаем инсерт и экструд внутрь чтобы это выглядело как какая-то там труба вот моделирование коттеджика закончен там вот я сейчас в в в в в в в в в и в в в Продолжение следует...